Добрый день, дорогие друзья! С праздника у вас! Тубишвад Самеях! Мы продолжаем наше изучение Торы. Сегодняшняя глава называется Итро. Вчера мама смотрит на том, что Итро пошел в свою страну. После того, как он дал совет прекрасный, как распределить судебную систему, чтобы у нас были тысячники, сотники, пятьдесятники, десятники, чтобы судей было много, которые будут судить народ, а дело особой сложности предоставляли Маше, Маше Всевышнему. И тогда Маше будет легче, потому что он взял на себя очень большое время судить народ с утра до вечера. Теперь ему легче. Значит, Итро уходит к себе домой. Почему он уходит к себе домой? Написано, чтобы привезти к Торе свою семью. В Медиану он уходит. Вот так вот. Наши мудрецы говорят, а когда приходил Итро? Одни считают, что Итро приходил, как в Торе написано, он пришел до того, как мы были на Горесина и получили десять заповедей. До этого момента. Другие же считают, что нет, он был здесь после того, как мы получили Тор. И то, и то мнение авторитетное. Мы не можем это точно выяснить. Просто мы знаем и то, и то мнение. Оба правильные. Значит, так и есть. Потом разбирается вопрос, что разбил лагерь Израиль, и удивительно то, что весь народ был как один человек. И все поняли, что очень важна скромность, и объединился весь народ, и не было разногласий, пишется. Значит, они увидели, сыны Израиля увидели гору Синай, что она небольшая, она самая скромная из всех гор. И они поняли, как важна скромность для Всевышнего, поэтому люди объединились. Потом написана такая вещь, что Всевышний носит народ свой, как орел носит на крыле своем. Мудрецы наши говорят, если мы смотрим на других птичек, каждая птичка, кроме орла, переносит своих птенцов в лапах. До семна перенести птенцов. И если стреляет человек стрелой, то попадает птенца. Орел же нет. У него вообще нет врагов, кроме стрелы человека. И он своих птенцов садит себя на спину и так переносит. Он говорит, лучше пусть стрела попадет в меня, чем птенца. Так охраняет. Так Всевышний нас бережет. Так мудрецы это замечают. И интересно, что написано, что мы на третий месяц пришли к горе Синай. Наши мудрецы говорят, что это за день. Говорят, что это новомесячие. Это первое число месяца Сиван. Когда вы получили Тору. Мы шестого Сивана получили Тору. Вот мы пришли. Получается, что на третий месяц нет. Это всего лишь месяц и 15 дней. Или 16 дней. Вот это и все. После выхода из Египта. Мы готовимся к получению Тору. Всевышний говорит Маше, что вы должны быть готовы к третьему дню. Выстирайте одежду свою. Не приближайте женщине. Маше же сказал, будьте готовы к третьему дню так, чтобы мы три дня не приближали с женам. Чтобы более строго. Чтобы была ограда. Чтобы мы, не дай Бог, что-то не нарушили. И мы должны были подготовиться и ждали этот день. И теперь нужно выполнить остальные условия. Перейти, как получим 10 западей, мы должны знать, что прорываться на гору Синай не нужно. Ни человек не может зайти, чтобы посмотреть. Ни скот, никто. И каждый может быть убит. И Маше это все объявил народу, чтобы народ был готов к дню, когда будем стоять у горы Синай и слышать 10 речений, которые Всевышний нам обещает дать. Получить Тору. Это наша задача сейчас. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Берта Бадесраэль, Павел Бенефин, Савел Герш, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Нахум, Владир Бен Григорий, Зазроя Светлана Батклара, Шмот Бен Ицхак, Борис Бен Мария, Анна Батривка, Полина Перва Батсоня Сура, Лена Батклара, Жири Бат-Ида, Анна Бат Елена, Ефим Бен Нестер, Двора Бат Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Войра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фиро Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Миро, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Марк Бен Нина, Ира Бат Вера, Леор Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат Сара, Ида Бен Хая Авива, Ефим Бен Соня, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга, Гая Бат Вадим, Маслов Борза, Сгула Ирина Батури, Арон Аре Бен Нури, Захороший Дух, Арон Аре Бен Двой, Родни Збин Ахум, Авигаль Бат Сара, Хана Бат Абрагам, Рафаэль, Ари Лей Бен Лариса, Парасай Брюк, Лир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Лен Марина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего, Олегу Марченко, и всем тем, кто в списке в НЕС не участвует, где-то может и ошибся, всем Браха Проносакова, нам мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору, всем желаю крепчайшего здоровья, и пусть скоро закончится эта страшная война, и до следующих встреч, надеюсь, она остается завтра в 15 часов, Тубешва Цамеях, Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok